Итак, депутаты муниципалитета Ярославля приняли бюджет 2016, можно сказать, с опережением графика за две недели до нового года. Удалось достичь предельного сокращения дефицита и при этом предусмотреть траты на 20 городских программ развития. Объем расходов почти 16 миллиардов рублей, при этом основные траты социальные. Наш корреспондент Нина Свечникова рассказывает. «Решение принято. 28 коллег поддержали бюджет города Ярославля 2016 года. Большое спасибо вам, коллеги. Аплодисменты?» Почти как в театре. Аплодисментами депутаты отметили принятие основного финансового документа на будущий год. Над ним трудились полгода. В результате долгих обсуждений по ряду спорных моментов удалось достичь компромисса. В итоге решение прошло без особых проблем, подавляющим большинством голосов. «На мой взгляд, это один из лучших бюджетов за последние годы. За последние шесть лет самый маленький дефицит бюджета. Мы все-таки тому призыву, который всегда шел, что надо жить по средствам, мы к нему прислушались. Из 16 с лишним миллиардов рублей, 300 миллионов рублей – это дефицит бюджета. Еще раз повторю, это самый маленький дефицит бюджета за последние шесть лет. Никогда мы не настолько не балансировали бюджет между доходами и расходами». На муниципальном уровне значительно сокращены неэффективные траты. Секвестру подвергла статья «Содержание органов власти». Также мэрию удалось договориться о передаче на областной уровень ряда обязательств, которые прежде нес город. Например, таких, как зарплата работников детсадов и тружеников пожарной охраны. Все остальные социальные траты, а на них приходится 72% расходов казны, город намерен выполнить полностью. В бюджете также предусмотрено финансирование на такие программы, как расселение ветхого и аварийного жилья и проектирование Корабулинской развязки. Значительные средства выделены на благоустройство скверов, парков и дворов. Еще одна важная тема – строительство новых школ. Особенно острая эта проблема стоит в районах новостроек. Самому городу с этой задачей не справиться. Власти рассчитывают здесь на поддержку федерации. Мы рассматривали вхождение города Ярославля в пилотный проект. Пока все предложения в Москву направлены, что город Ярославль предлагает три площадки для разработки пилотного проекта в городе Ярославль. Это «Тысячник», школа на тысячу мест. Рассмотрели площадку на Московском проспекте, та старая самая площадка. Мы рассмотрели площадку еще одну на Соколе и рассмотрели площадку в 12 микрорайоне. Депутаты говорили, что в Ярославле немало ветхих зданий образовательных учреждений. Возраст некоторых уже приближается к вековому рубежу. Пока средств на их ремонт нет. Городские власти намерены вернуться к школьной теме, когда появятся дополнительные доходы. Можем даже с депутатами потом объехать все те учреждения, на которые требуются деньги и выберем то, на которое в первую очередь необходимо потратить. Я прошу вас бюджет принимать, а все остальное будут какие-то, как кто-то сегодня сказал, сверхпродажи, сверхприбыль. Они мимо вас эти деньги не пройдут. И когда они появятся в бюджете, мы придем к вам и вернемся и к этим поправкам, и тем другим нуждам, которые в городе образовались и будут на тот момент более необходимы для того, чтобы их решить. Еще одно важное решение, которое затрагивает буквально всех ярославцев, касалось грядущего повышения коммунальных тарифов. Депутаты одобрили предложенной мэрией предельный индекс роста в 9,7%. Власти обосновали это необходимостью модернизации старых котельных, которые сейчас нерентабельны. Новые коммунальные тарифы вступят в силу с середины будущего лета.